Вернодез Оттуда Отдуда Отдел Отдуда 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 Вот таблица местоимений Она о чем говорит Смотрите – местоимений видов европейских языка Интересно очень И даже такие древние члены языки видно во мне? Да. Видно? Вот в именительном падеже. Индоевропейский хенский язык. Иг. Санскрит Ахам. Яг. Греческий Эго. Латинский Эго. Годский Иг. Старославянский Аз. Литовский Аш. Реконструкция этой боли Эго. Индоевропейский язык. А уже ее косвенный падеж родительный возникает. Почему этот корень исчезает? А возникает тюркский корень Мэ. Вот смотрите. В хетском Эльме в санскрите Мэ. Это чисто тюркское Я. Греческое Моу. Латинский Мэй. Годский Мэй. Майна. Старославянский Мэна. Манус. Литовский. Реконструкция Мэна. Это для древних языков взял. Берем для сравнения местами меня современных языков. Вот смотрите. В русском языке свое чисто индоевропейское говорится. Я. Их невенское. Английское I. Мэ это не то. Так. Но в татарском, в тюркском Я будет Мин. Мэ. Мин. Бэн. Это в русских тюркских языках. Но в тюркских языках, в косвенных падежах этот корень не исчезает. Он так же идет. Просто прибавляется окончательно. А во всех латиноамериканных, то есть индоевропейских языках, смотрите. Свой корень исчезает. И возникает в косвенном падеже местоимение уже с чисто тюркским корнем. Меня, мне, меня. Майна, мир. Мик по-немецки, по-английски. Мэ, мэ, мэ. Вот и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что когда индоевропейские народы или индоевропейцы древние встретили статус впервые с тюрками древних, у тюрков уже было изменение по падежам местоимения. Справление уже было. Работало оно. У индоевропейцев такого понятия не было. Местоимения не склонялись вообще. Просто они говорили, я, 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 вот именили на падеже. Но они, видимо, увидели, что эти-то ребята уже дальше прошли в языке. Они уже меняют там в косвенном падежах. И они просто брали тюркское местоимение в косвенном падежах и к себе вставляют в язык. Вот это говорит о том, что тюрки совершили незаконную революцию раньше других народов. Я даже удивился, я думал, индоевропейские, ну, как-то понятно, что они, может быть, позднее в Европу. Там, когда видник ушел, пришли туда и так далее. Но, но ведь в семитских языках очень интересно тоже. И там в семитских, древнееврейском и арабском порни тюркские просматриваются. А потом главная-то вещь я вам не сказал. Моё, моё главное, вот вывод ещё, что то, что наша прародина Алтай, я считаю, что это уже несколько устарело. Наша тюркская прародина – это ближний восток. Это восток Турции, север Ираны возле Каспийского моря, север Сирии, север Араха. То есть, где ИГИЛ, ИГИЛ, Ваярова, там наш клан прародина. Поэтому и объяснимо, почему в шумерском языке наши слова так и соседи были шумерами. Понимаете? И они влияли на нас. Мы на них влияли. Потом происходит какой-то катаклизм природный. Или засуха сильнейшая, или какие-то войны. И потом наши предки, когда скатаусы перешли, они освоили собаку, собаку приручили. Собака первая была домашняя. Её мясо ели. Сначала её на мясо разводили. Только потом она стала охотничьей, как свои животные. И вот, когда коней освоили, они пошли в эти вот благодатные степи на север, где дождей много, где зелени много. И дошли и до Алтая, и до Монголии, там, чёрт знает до чего. И там пучковаться начали бороться в Китае. И пучковались на Алтае, когда воевали с Китаем. Вот Китай, когда победила, они вот от Тилла двинулись сюда. Вот, то есть Алтай — это вторичная родина, а первичная — это Ближний Восток. Вот, и очень важно, что ещё. Например, Этрусские, они же Виталий появились. Они пришли туда полкеты тысячи лет до нашей эры. Это тюркский народ. Вы почитайте книги и грамматику. Вы просто упадёте. Это чуть ли не татарский язык. Короче говоря, они были тюрками. Они были европеоидного типа. И вообще, первые тюрки на Ближнем Востоке были чистые европеоиды, кавказско-средиземножеского типа. Потом, когда они пошли на Восток, они встретились с другими нетюркскими народами, монголоидными и так далее. Они, возможно, не военным путём, а как европейцы принимали часть языка, они полностью тюркские языки принимали и становились тюрками. Поэтому тюрки сейчас антропологически разные типы. От якутов, начиная, до азербайджанцев, чисто европейский тип. То есть победил язык, победила культура, но не антропология. Вот это я монолог говорю. Если Советский Союз уже тысячу лет бы просуществовал, через тысячу лет мы все бы себя называли русскими. Русская культура, белозер, русский язык. А антропологически мы были все разными, как тюрки сейчас. Мы говорили, мы русские. А якуты говорят, я русский. Но это говорит о том, что язык культуры побеждает. Ну, может быть, так и военные методы будут употребляться. Короче говоря, вот примерно такого типа. Это очень важно, я за то сказать. Эту теорию, кстати, не все принимают её. Всё многое воспринимается тяжело, особенно в таких классических учёных. Но в Азербайджане есть, я знаю, два учёных. Они исследовали не только те факторы, которые я привожу здесь. Они исследовали фауру, лексику фауру, флоуру на этих материках. И пришли к выводу, что все эти слова возникли на Ближнем Востоке. Вот смотрите, я вам назову три слова всего лишь в тюркских языках. Во всех тюркских языках они более-менее одинаковые. Первое слово это пшеница, называется булдай. Булдай во всех языках. Второе слово Двия. Она во всех языках почти Халун или Халун. Да, Халун. И Акула. Акула чисто по-тюрски. Балага-рыба. Катак-сабачья рыба. по-латарски тоже и это говорит о том, что эти слова чисто тюркские, этимологии это не иностранные прием слова почему они так называли эти объекты потому что пшеница не могла на Алтае возить и она не была, как дикорастение не растла на Алтае ее культивировали на Ближнем Востоке дыня на Алтае тоже не росла дыня с Ближнего Востока пришла с тюрками акула, тем более в сибирских реках акулы не родились а в Средиземном море акулы были не так много, но были ибо тюрки уже видели акул и дали ей свое название это, конечно, маленький такой показатель но даже на этих трех столах можно многое понять это, конечно, совершенно новый подход как в истории тюркской не зная, как он потом возобладает или не возобладает или скажешь, что такого не может быть потому что такого не может быть никогда вот примерно коротко я пересказал содержание книги но она более подробно, конечно, там написана чтобы эти книги... я хочу просто... как эпилог, так что-то мне речь сказали эта книга, конечно, я книжные магазины в Казани четыре магазина дал, она худо-бедно, но продается по сравнению с другими книгами я в Фейсбуке дал объявление я дал адресам магазинов люди, говорят, приходят и требуют из нас эту книгу затем полкирожа, 500 экземпляров отдал всемирный конкретстатар на ней пол, что закупили там затем в Фейсбуке, когда начал давать по частям эту книгу, по параграфу два месяца каждый день дал я там было много комментариев, дискуссий и так далее даже турки из Турции мне писали свои отзывы на турецком языке, видимо русские знают и они говорят, почему из Турции не издать на турецком языке я пошел в турецкий консульс и консулу говорю вот турки требуют из Турции издать книгу как сделать это? ну давайте подумаем спонсоров на нее, издательства на нее и издать книгу, да затем в Соединенные Штаты я послал одной из своих знакомых она татарка, сама лингвист тоже но она уже гражданство поучилась она говорит, мне эта книга понравилась если, говорит, мы переведем на английский то она тоже в обретенном кругах будет пользоваться спросом я говорю, пожалуйста, мне даже денег не нужно берет как в Соединенные Штаты вы издаваете под миллионами черагами, да? истинные ученые потому что я иду по той тропе, по которой все время пошли у вас Сулейменов, потом Аджи Мурав ну правда у меня свои методы, у них свои методы, у меня свои методы вот таким путем я даже, понимаете, когда ехал на поезде я лег десять часов в плоскартный вагон спать в три часа просыпаюсь, и мне идея только новая которая до этой книги, я бы ее включил, эту книгу прямо вот встает в голове, все, как в тексте написано мне так просто я хочу сказать вам, что есть продолжение да, может быть продолжение будет я хотел тюркские числительные от одного до десяти, это очень важная вещь или эти молодые слова стифли это вот такая спорная вещь я точно хотел написать потом я хочу сказать, что труд ученого вы не представляете как, что я вот пришел в кабинет или дома сел и вот сижу там с восьми до пяти часов думаю, как решить данную проблему ну конечно и такое бывает читаешь книгу, думаешь так сказать, с сознанием своим как бы решить эту проблему но обычно так не решается ты начитываешь, начитываешь материал он у тебя откладывается в подсознание где-то потом в самый неожиданный момент когда ты сидишь в бане и моешь левую ногу выскакиваешь выскакиваешь, да, осеняет тебе идея хоть выбегаешь из бани и начинает писать, да или было такие случаи я в три часа просыпаюсь зимой все прохладно в трусах бегу в кабинет, в компьютер пишу пять страниц бесстрельно пишу пять страниц они вошли в эту книгу тоже ну жена уже привыкла ко мне то есть то есть этот процесс он как бы не управляемый даже вот и поэтому я в последние три дня как перезарешение этой книги настолько вот так вот увлекся этими делами что и ночью не спал и днем не стал бегу что у меня хватило инсульт после всего этого но слава богу в больнице там меня отремонтировали немножко сейчас хожу нормально машину даже вожу еще вам надо писать какие то вещи теперь у кого какие вопросы есть у кого ну давайте подряд давайте пожалуйста последнее на четвертое слово даже мэн да мэн я по английски мэн есть человек то есть как бы тоже мужчина по поводу того что меня тоже говорят что турки ничего не оставили следы я всегда им отвечаю вот мавловские тюрки да Инди когда захватили джаханхан построили такой красивый таджмахап это тюркское наследие да потом вы ваши книги рассматривали потому что вы тоже русские слова корпус саратов саратау и так далее да да рассматриваете да саратов или нет знаете в русском языке это такая обширная тема это целый океан уже да в интернете нажмите там десятки авторов даже по-своему объясняют и так далее вот конкретно то что вы спросили я не брал в расчет потому что мне нужно коротко писать книгу узловые слова потому что знаете нет у вас направление хорошее это мало следует хотел бы узать чтобы она была доказательная логика была в ней железная и доказательность существовала научная числа и в то же время она была написана нормальным человеческим языком чтобы более-менее главный человек даже я жене шутяк говорил любой таксист любой сантехник мог понять эту речь да ну она я не знаю как ты напишешь я тут хотел сказать еще одно замечание насчет собак вот как раз книги очень хорошо написано доказательство того что собачат мы приедем у нас есть слово значит ит и эт э смотрите близкие слова значит по татарскому ит это мясо а эт собака по турецки вот в этой же книге написано все наоборот вот понимаете вы это не ошибает да еще вопросы пожалуйста а сегодня можно будет книгу приобрести у вас есть да продаются так еще у меня такой вопрос вот люди же как друг друг отвлекали имена давали да вот есть в европейских языках романских народов есть имена ну скажем там альбеев родор ну древние имена не пробовали вы приложить свою теорию и происхождение этих имен этимологии этих имен произвести мне кажется это такая богатая поля деятельности доказательства вашей теории о том что языки это история ну связано это с именами да ну как это балой это будущее новое новое токторская новая книга кстати вот я вам скажу интересную вещь я еще сам ее до конца не подумал но мне в вагоне когда я ехал она пришла вот смотрите в русском языке очень интересно есть два вида фамилии Лауф кончается да допустим Петров Сидоров да там Инаин кончается Синицын там Куницын я заметил знаете что на Оф кончается только те те фамилии которые произошли от имен мужского рода да Волк Волков Волк Волков Заяц 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 Куницын ну допустим Синица женского рода Синицын вот чем чем-то нужно это объяснить это связано с историей общества России вот А как объясните Ельцин? А Ельцин женского рода нет я объясню ну объясните Ельцин Ельцин это не русская фамилия а какая еще я я задачку еще одну задачку еще вам дам Путин исключение Путин а вот еще и исключение а значит слово путь оно было раньше женского рода ооо другое понятие было вот такое интересное мне в вагоне ехал я еще не оформлял просто вот смотрите есть слово интересное в русском языке прощу прощу да дед прадед 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 то есть очень длинно прощу они называют что такое щу отдельно никто не знает что такое щу потом я сам в русской родился и жил на урале русской школе мы на улице играли разные игры детские вы знаете по-русски это пернашки называется ляпа ляпа там бегают друг за другом говорят ляп ты ляп вот и говорят чур не я чур не я ляп чур не я чур не я а что такое чур непонятно затем глагол чурается он чурается того то он чурается того то да то есть не хочет общаться с тем чурается да и вот у меня есть сильное подразделение что вот это слово чур это чурское слово и то что прощу это говорит о том что среди далеких предков русских одним из предков были какие-то тюрки тоже понимаешь про чур да тюрки если тюркское слово значит в древности не все естественно а кто-то из предков то есть смешанные были но если с солнцем связать это в татарском есть слово эпоха шар шар солнце это время эпоха так и называется шар но шар солнце жава солнце ну это только так так еще вопросы пожалуйста сайгалы хрисым танкам я считаю что в настоящее время эта книга особая опора всему тюркскому миру вы гагаузы маленький сегодня элемент как бы так тюркского мира я хотел бы и автору и вам доложить то что не дошло возможно до сегодняшнего дня от нас от гагаузы о нас все говорят более того о нас так сказали что сегодня существует более 30 версий нашего происхождения мои соприметники не понимают что такое версии происхождения истории нет только есть версии более того они ничем не выкреплены а еще больше их писали вообще не гагаузы не тюркского даже мира ученые если тюркского но основном о нас писали последние 300 лет на самом деле о гагаузах есть и другая информация вот где вы если вы читаете о гагаузах о гузах пишется узы а гузы или о гузы в скобках узы что такие узы я хочу вам представиться я прямой потомок узов прямой потомок узов а от узов пошли гагаузы и многие другие времена и веки я прямой потомок в вашем лице сейчас я здесь уважаемый коллега во мне 80 вот информационный потенциал столетия тысячелетия восьмой век до нашей эры я с уважением с удовольствием автору сегодня хочу вручить свою книгу узы скифы и истоки гагаузского языка здесь два словаря русско-гагаузский русско-гагаузский и русско-гагаузско-узыский язык то есть те отличительные элементы языка которые сохранялись и передавались поколения в поколение но двух словах хотел бы сказать попросите вас в том числе провести следующие работы следующие издания обратите свой взор на Балкан на Балканах в восьмом веке до нашей эры восьмой седьмой век до нашей эры было царство узы геродоты и многие другие ученые передали и жгузы аж узы эти узы в свое время в пятый и четвертый век объединились со скифами и только поэтому есть такое понятие научное малая скифа это Балкан в этой малой скифе гагаузы сначала до нашей эры а потом в первое столетие нашей эры узы стали гагаузами было государство это государство даже до 13-14 века в 14 веке его уничтожили мы гагаузы православные но мы тюрки нас уничтожили и нашу историю в том числе стерли так и стерли очень много наших сокременников тюркского мира народов историю перемешали смешали вам я благодарен вам автору этой книги я уверен там то что нужно сегодня то что нужно на грядущие времена и прошу вас второе издание обратить внимание на узор сегодняшний день гагаузии чтобы понимали живут смешанные семьи смешанные семьи есть у нас такая от природы от бога возможность мы смешиваемся смешанные семьи гагаузов и сегодня ближе легче признать историю за последние 200 лет на самом деле огромный потенциал именно тюркского мира узлы сохранено и передано более того чтобы вы понимали последние 40 лет я опираясь на знание наших предков на знание тюркского мира я реализовал огромные проекты те которые связаны с безопасностью и здоровьем человека и надеюсь мы с вами еще встретимся на поприще там вручают там вручают 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 гагаузов город москва тюркский мир он 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 никогда не был закрыт от других народов по нам по гагаузам мы всегда всех принимали и огромное и огромное множество раз было слияние тюркского и славянского мира на Балканах об этом научно-совшему молчит было огромное слияние 4-5 века нашей эры скифы из сегодняшних Белоруссии и Украины и России пришли на Балкан тут была очередная войнушка пришли на те земли Балкан и Гелого царства и объединились с того времени не только объединились но через время именно уже первое столетие скифы согласованным с любовью с уважением и узы чтобы не обижать одной стороны была часть огромное количество людей и так родились гагаузы но не только гагаузы многие другие народы но это была такая программа перерождения поэтому даже есть такой посыл дважды рожденные и узы и скифы они дважды рожденные тут есть гагаузы но не только гагаузы нас тоже называют отручными болгарами татарами там еще ну перечитают мы тоже частичка и это политики нас называли равным-разным но дорогие мои родные мы должны одно понять мы тюрьки а наши веточки гагаузы татары азербайджанцы это веточки большого древа у нас одни корни у нас с вами разделили вот как сегодня как сегодня гагаузы 20-30 версий гагаузы не могут это понять они не знают на что операция они воюют на ровном месте у них сознание подсознание более самосознание разрушено то же самое сделали с нами тюрьским миром нас разорвали на кусочки понимаете вот если я сейчас заговорил на гагаузском языке я говорю что меня поймете услышите вот коллега о чем говорил здесь все так красиво и четко пояснено наш язык он древнейший более того если позволить наглость мою я готовы материалы доказательные материалы не просто существование гагаузского государства в 14-13 веке и до нашей эры царства но такие материалы которые сегодня нужны всем оградениям наук направлены на справедливость на гармонию развития человека понимаете они сегодня мы копаем откуда ищем да а все есть все было в тюркском мире знания которые сохранили узы и передались по крайней поколе это потенциал тюркского мира не гагаузу а всего тюркского мира понимаете я буду рад поделиться и рад буду с каждым от отсюда очень много происхождения многих тюркизмов в русском языке так еще у нас пожалуйста да меня зовут Альфия Хайрубин значит дело в том что вы знаете что сейчас очень много людей в социальных сетях и общаясь там с некоторыми личностями я познакомилась с болгарским профессором этнологом и у него значит он у него своя теория то есть она общеизвестная вообще мировая о происхождении тюрков так вот болгарами они считают еще и тювашей которые тоже как бы имеют в основе тюркский язык и вот наш уважаемый автор тоже привозил примеры из чувашского языка да да тоже были примеры из этого а то что касается вот касательно русских говорили что разделяют там на казаков там поморов и так далее и так далее но ведь русские впитали в себя очень много например вот если мещерскую вот эту низменность очень много впитали в себя малых народностей уже давным-давно исчезнувших таких как мере как весь и вот эти народности которые как бы в свое время существовали они между прочим очень против что их записывают русскими и они как бы считают что они имеют право на вот именно существование как своего языка который в общем то тоже является отражением в русском языке массы этих слов так собственно и собственно это вопрос о русских что их там мало там как-то или там они ущемлены в чем-то нет абсолютно а вы хотели об алгарх не ущемлены о болгарах я сказала что к болгарам относятся и чуваши то есть опять что идет вопрос о том что якобы болгар ущемляются и вот если они будут болгарами то затары они как бы уменьшатся нет они не уменьшатся они увеличатся потому что это чуваши это тоже бугары и более того с теорией того что пришли как бы мы зародились не на Алтае вот у турков у них совершенно иная теория они считают что вот прародиной тюрков является именно Алтай почему потому что ханты манси якуты это тоже являются тюркским народом они тоже считают тюрками а да с вами пожалуйста спасибо 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 вы знаете кромко я начну так сказать когда я начал свои исследования производить я стал обращать внимание на то что чувашский язык очень древний судя по словам и понятиям да вот это местоимение я через чувашский язык открыл то есть чувашский язык мне дал ключи на многие вещи понять да очень важный язык для исследователя тюркского мира чувашский даже я не поленился я поехал в Чувашу и она рядом с Нарисатом Арсаном купил 14-тонный толковый словарь чувашского языка у какого языка тюркского я 14-ти тома толковых словарь так почти есть у якута по-моему есть наподобие и у Чуваши и кстати оба языка непонятны всем другим тюркам вот я его купил дома он у меня лежит но правда у него недостаток то что там естественно чувашские слова на чувашском языке объясняется и на латинском комментарии есть латинский на русском фактически мало потому что Ашмари работал еще в царское время потом в начале советские годы но все равно он у меня есть я даже Чувашам говорю так шутя что после того как я понял что какую роль Чувашский язык играет для моих исследований я пожалел что я не Чуваш я хотел обратиться Чувашем без знания русского языка чтобы как рыба в воде плавать в этом языке я еще что-то там покрывал но к сожалению у нас так многие не думают нет еще одно дополнение значит вот во первых по поводу Чувашского тенишев вот такой же вопрос он говорит что Чувашский язык наиболее близко подходит к языку золотой армии вот точно латарский уже отклонился в силу своего развития и второй вопрос вот здесь вот был это самое касался откуда там происходит тюрки так вот Рафаэль Аханде он рассматривает период наверное несколько тысячелетий до нашей эры ну где-то пятнадцать тысячелетий а общепринятая там история только там снахождение архонских надписей они естественно в России и Чингискан тоже урожается в России кстати говоря практически так что здесь все зависит от системы отсчета еще один момент очень важный забыл вот знаете я же говорил переход от от охоты к скотоводству важный очень был жизнь стала богаче он начался с того с собаки собака первое животное в мире которое у человека домашнего видимо тюрки первыми одомашнили собаку и собак разводили на мясо в свое время потом только стало охотничьим животным таким потом уже пошли козы и овцы одомашниваться потом бык после быка лошадь уже пять тысяч лет до нашей эры где-то но вот собака по теперешним сведениям науки современной где-то десять тысяч лет до нашей эры я думаю даже может быть даже раньше где-то потому что вот с приручением собаки начало скотоводство потому что без собаки скот охранять и его родители тяжело было понимаете жизнь когда люди занимались собирательством и охотой что из себя представляло человек вставал с утра брал в руку копьем и бегал за оленем до вечера он его мог убить, а он мог не убить если убивал, он наедался наедались его родственники день прожит, они не умерли с головы просыпаясь в следующий день та же самая история какие тут языки, какие категории ничего и вот переход в скотоводство он уже не бегал целыми днями за животными просто брал ложечек шел в свой вомбарчик резал горло там очередной очередной живот ну кушал и жил спокойной жизнью думал обо всем другом я прошу покороче у нас вопросов очень много всех вот Лидия, да? да вот вы даже сами уже сидите да не хочу пожалуйста, Лидия я вам поставлю вот здесь надо будет скандерт все так сфер, а вы я вам разрешусь в микрофон в микрофон да я, наверное, здесь одна из немногих которая успела ознакомиться с вашим трудом нет, я тоже читала но я и брат Найдзин да а где вы взяли книги? нам нужно иметь связи да я не знаю и мне как лингвисту как человеку который в вниверситете изучал английский, французский языки было очень интересно интересно исследовать ваш труд я действительно нашла очень много эквивалентов соответствия, заимствований и меня это охватило и сделало мой внутренний мир еще богаче спасибо вам заразил вас да я очень радую вас если заразил и я бы хотела внести как поэт поэтическую нотку здесь был слайд где вы представили понятия основные которые присутствовали в Тезарусе в таблице да народов и вот в этом стихотворении я думаю они практически все присутствуют называется «Цветастая гора» однажды днем тенистым явилась мне она в сиянии земном душистом цветастая гора я к ней иду и путь чернистый но вот взошла звезда огнем покорным золотистым ту гору обдала вершина глубела низко возвышена тепла а у подножия ребристого вдруг роза я подошел к горе той близко спокойно приняла погладил бог ее ребристый с улыбкой рассел луна скатилась медным диском так царственно кругла и светом нежно-серебристым всю гору обняла мы просидели с ней бок о бок до утренней зари гора мой путь был длин долг ты загадал прости вздохнула каменным дыханием как добрая вдова глупыш не значит расстояния пока любовь жива тебя ждала я тихо долго рассветом счета нет но знала я что ты в дороге я видела твой свет как я жила вросла надежно на ледяных камнях но сердцу мило и не тревожно я приручила страх меня ласкают солнце ветер луна как без ума и я люблю их всех на свете любовью я жива мне одиноко может малость как видишь не грущу кто знает сколько мне осталось я тоже ведь гощу ступай вперед чиста дорога открыта колея но покорять меня не надо не возмутила я а ты ступай ступай из бога и помни я люблю всегда люби свою дорогу а я благословлю честь и счастье спасибо здравствуйте уважаемые меня зовут Александр Никитичев я кандидат филологических наук закончил в 57-м году в МГУ здесь надо сказать что филологам и лингвистам доверяем мало потом переквалифицировался в историках политолога и так далее и я пришел сегодня при включенной названии книги тюрки в истории мировой цивилизации у меня есть книг которая так и называется битва цивилизации секрет победы дело в том что в течение почти двух тысяч лет идет соревнование трех мега цивилизаций западной китайской и исламской ну в исламской цивилизации вы понимаете лидером локомотивом являются тюрки это несомненно и надо сказать что долгое время лидировал Китай потом стала обгонять исламская цивилизация и в 15 веке Турция была главной страной мира на которую все смотрели которые стремились подражать куда запад засылал своих шпионов чтобы подглядеть технологии как тюрки делают пушки как они делают стекло как они кутками я не говорю уже про Россию которая вся одевалась в турецкую парчу рытый бархат от лобасы и так далее и оружие брали оттуда с восточного из турского мира и в том числе и наша знаменитая цель пушка была от лидии Андрея Чокова для того чтобы перекрыть образцы турецких бомбардов вот такова значит история и сегодня потом значит в течение 16-17 века в силу ряда причин Европа осуществляет прорыв и в 1685 году в битве под Веной наносят туркам сокрушительное поражение после чего картина мира меняется сегодня мы видим что западная цивилизация выдавалась и речь Трампа на генеральной ассамблее он это ярко показала западу больше не по плечу нести бремя мирового лидера ситуация меняется и если в 17 веке Россия выбирала между востоком и западом чтобы не оказаться в стане побежденных а оказаться в стане победителей и сделала ставку на запад и впрыгнула в этот западный поиск и разделила многие победы запада то сегодня перед Россией стоит обратная задача и я хотел бы обратиться к сегодняшнему ученому сообществу помочь это осознать нашей стране что сегодня время отворачиваться от запада и поворачиваться к востоку и в этом плане русско-тюркский союз русско-тюркские добрые отношения это залог нашего выживания это залог нашей победы а а а я хочу позоверить уважаемого автора за то что так много сил и времени положил на вот эту задачу как бы сближение и взаимопонимание наших цивилизаций но я хотел бы еще кое-что заметить как филолог я знаю что существует теория нострофического языка ностратического от латинского ностру наш это язык который на котором говорили на двадцать пятнадцать тысяч лет до нашей эры и следы которого сохранились и в славянских и в кельтских и в германских и в санскрите и в тюркских языках и так далее пример финских примерно триста корней которые объединяют вот эти вот вот этих потоков это не европейцы не надо путать это гораздо более широкий спектр народов ну вот пример простой по русски огнь по латыни ивис на санскрите агни вот этот вот в сочетании с первой гласной вот как раз один из примеров таких вот трехсот корней это может быть вам было смысл обратиться к этому второе о чем яundlich на этом не допустим очень над быть местами но похоже прям истории ange только мне приходилось в мире видеть. И там, когда вы переходите из зала в зал, вы понимаете, что история тюрк – это история походов и завоеваний, это история непрерывных войн. И мы понимаем, что по мере этих завоеваний и этих войн влияние тюрк в мире колоссально возрастало. И вот в 13 веке, когда мир был подчинен турками-сельчуками, был выпущен указ, согласно которому все подвластные турков народы были обязаны говорить по-тюркски. Вот не знаю, этот момент отражет ли в вашей книге, поэтому сегодня десятка, два, наверное, народов говорить по-тюркски, но в том числе и потому, что и Азия, и Закавказье, и Ближний Восток, и Балканы, они были обязаны говорить по-тюркски. И вот этот момент, мне кажется, стоило бы отразить. Второе. По поводу матриархата. Сегодняшняя точка зрения историков такова, что матриархат был далеко не у всех народов. Народы, где мужчины выполняли главную функцию прокормления, охотники. И, кстати говоря, там не было матриархата. Матриархат был у земледельцев. Там, где посев, сбор урожая, хранение урожая был в женских руках. От женщины зависело, будет он есть или не будет он есть, или будет голодать. И вот там был матриархат. А не у всех, не у всех народов это касается. И последнее, что я хотел сказать, простите, время немного заняло. Я хотел сказать защиту собак, во слово. Поскольку собаковод и руку этих вот. Тарвин в свое время много занимался генеалогией собак. И Тарвин выяснил, что есть пять, как бы, прото собак. Ну, там и волки, и лисы, и шакалы, там еще какие-то вот такие симпатичные существа. Но вот обратите внимание, была ли собака изначально съедована? Сегодня мы знаем, что собаки едят там и в Китае, и в Тибете, и в Корее и так далее. Да, у многих народов собака входит в рацион. Может входит в рацион. Но было ли так изначально? Смотрите, лошадь изначально съедобна. Бык, да, будущая корова, да, изначально съедобна. Овца изначально съедобна. Многие другие животные, которые стали предметом скотоводства, изначально съедобны. Ни один дикий предок собаки изначально не съедобен. Мы не едим ни волка, ни лисицу, ни шакала, и так далее. Поэтому вот мне показалось, что здесь есть о чем еще вам подумать. Спасибо большое. Да, коллеги только что сказал о языке. Вот УЗА сохранили информацию о самом-самом древних временах, который называется НАФА, язык НАФА. Это общий тюркский язык. В этом языке, кстати, в моей книге есть алфавит, восьмого века до нашей эры, чем пользовались УЗА, и не только УЗА, а весь тюркский мир. К сожалению, нас заставили забыть. Вот коллега говорил о языке, чтобы понимать, мы не только его сохранили, но и сохранили научную основу пояснения каждого звука, и буквы, они называются АЛФА. Все это сохранено, вот я книжку передал. Так что это очень важный момент. Нам надо немножко возвращаться в то, что мы потеряли, и укрепляться, и единым кораблем идти вперед, и объединять еще больше возле нас. Не два десятка, три, а лучше, чтобы 40 десятков было тюркского народа. Спасибо. Я тоже в дополнение хотел сказать, что наш российский герб, как известно, состоит из двух голов. Вот одна голова известна, значит, славянно-православная, а вторая голова-то у нас не задействована еще, тюрко-мусульманская. Поэтому и с начнем работать. Еще одного поэта предоставляем слово. Сейчас дадим вам слово. Пожалуйста. Азербайджанский наш пайет. Благодаря. Благодаря. Азербайджанский наш пайет. Уважаемый господин Мухаммеддинов, я, к сожалению, не знаком с вашим творчеством, вашими книгами. Обязательно сегодня приобрету и буду очень внимательно изучать ваши теории, которые вы озвучивали. Я благодарен Всевышнему, что есть такие терминологи, которые там душой горят за выяснение тюркской истории, его письменности, и передать там будущим поколениям, и обучить нынешнее поколение, но людей, которые горят, это тюркизмом. Я что хотел сказать. Это самый автор сказал, что наша письменность, там дальше арканы енисейской письменности не распространяется, до того, что тюрки распространили язык в устной форме, и как бы были, на самом деле, корнем языковой цивилизации на планете. Я, вот это арканы енисейское название, вот наш есть очень уважаемый тоже тюрколог Алтайский, председатель, писатель Алтайской Республики, Брата Янгович, он предложил вот это географическое название нашей письменности древней перевести на национальное название, вот тюрк, это тюркская письменность. Но почему это назвали? Это назвал там западный ученый, нашу письменность там географическим названием, названием реки. Над этим я попросил подумать и как-то вот это перенести на понятную, как бы, плоскость. Я с предыдущим оратором Себастьянов, да, Себастьянов, во многом согласен, в одном только не согласен, что был какой-то приказ или указ там, что говорить на, скажем, на территорию под страхом свердной казни. Я об этом ничего не знаю. Есть наглядный факт о том, что тюрки на территории своей империи никогда ассимилированием других национальностей не занимались. Как тогда вот случилось такое, что в составе Османской империи находились много национальностей, как молдаване сохранили свой язык, как греки сохранили, или как болгары сохранили. Они же не говорят на тюрканах. Они сохранили свои свои языки, потому что империя была настолько демократичная, она не придавала значения никакого и к национальности, к амфессиональности. Всем она давала право для самоопределения. Так что я бы хотел тоже нашего автора вот данное предложение Себастьянова изучать, но насколько это правда. Я такого не слышал и не читал. И я призываю всех там. Но нас раздробили. Вот Мактон сказал, что политика отдельная, вот как бы вот эти теории наука отдельная. Но я в этом с этим не согласен, потому что всегда, испоком веков, в течение всей истории, политики разрушали память, политики разрушали языки, политики раздробили народы, или именовали под разными названиями. Поэтому правильно наука должна изучать все и предоставить политиков, вынести политическую арену, и из этого будет получаться и развиваться настрой народов, наций. Мы одна нация, у нас один корень. Мы развитиемы там, но как бы на очень большие, там, многие спектры и большой географии. Наша география – это русско-тюрская география. Но войны всегда были, и сейчас они не прекращаются, но идет наступление на русско-тюрскую географию, и наше спасение только в единстве защитит нашу территорию и не дать наступать тем силам и не дать делать то, что они натворили на арабских территориях. Спасибо. У меня интересуется вопрос взаимоотношения шумерства и третьих территорий. Главные слова – «Бог» – «Пенгирин», «Мат» – «Она», «Отец» – «Ата», «Солнце» – «Гунаш» – «Дюнь» Это все древне туркские и шумерские, мне надо сказать, и нахуй сейчас. Кто были? Я просто… Здесь много здесь пошел политические вопросы. Ну, я короткий вопрос. Вот, кто это были? Многие ученые считают, что шумеры – это турки. А многие считают, что нет, они разные народы. А вот эти главные слова. «Бог» – «Отец» – «Мат» – «Солнце» – «Регион», «Бог» – «Бог». Даже английский язык – «Бег». Я когда своими ребёнком гулял, около Москва реки, да, англичан подожди, «Колиаски» смотрели, «Мат» – «Туристика» – «Бег». «О, бью-тофаль» – «Бег». А что думаешь, что такое «Бег». «Оказывает пять дачек». «Оказывает, маленький ребёнок». Вот взаимоснащение. Вот кто так тёчно шумерит? Вот, ты понял, да? Многие считают, что это не твой. Другие считают раз. Я могу дать ответ такой. Теорий раз много, вас мнение много. Но я как ученый, как тюрполог, да? И это не только моё мнение. Многие ученые так считают, что шумерский не является тюркским языком. Потому что у тюркских языков своя система грамматики существует. То, что отдельные слова одни и те же, это ещё не говорит о том, что эти языки одни и те же. Грамматический строй в шумерском другой, не в тюркском. А? Там не одно тюркное. А? Там не одно тюркное. Он аглюнативный в какой-то степени, но структура языка другая. Там, например, прилагательные идут за существительным, да? Ещё много таких штучек, которые не вписываются в тюркскую грамматику совершенно. То есть, грамматика – это не тюркская. Но слова, много слов общих, потому что были взаимные заимствования. Вот я так вот понимаю. То есть, генетического родства нет, а есть связи просто. Спасибо. Ну всё, большое вам спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...